Казалось бы, Вэру Попсы и Джастина Бибера, рок-музыка утрачивает свою популярность. Но нет. Оказывается, у нас в городе живет большое число поклонников этого музыкального направления, которые в субботний вечер, 12 августа, пришли в парк Дубровина на рок-фестиваль. Открывали музыкальный вечер юные танцоры из Калопской основной школы и их друзья из Польши и Литвы, которые приехали к нам в город благодаря программе Erasmus+. Молодежный проект, в котором цель есть с помощью танца познакомить детей друг с другом, ознакомиться с культурой других стран, ну и, конечно, новые виды общения через танец, когда они это учатся, и очень разные интересные и другие мероприятия, которые они посетили в течение 10 дней. Полторы недели ребята посещали различные места, позанимались с танцевальной труппой Даугавпилского театра, а в завершении открыли рок-фестиваль в парке Дубровина. По словам юной участницы проекта Райани Тазавадской, для этого вечера они специально подобрали музыку и целую неделю активно репетировали танцы. Мы учили танцы не только в этом музыкальном стиле, но еще и кантри, спортивные, стандартные танцы, народные танцы. Но сегодняшние были у нас в приоритете, так как их нужно было показать всем. Сразу после танцевальной программы был дан старт настоящему ладгальскому року. Пять групп, в том числе и из Краслова, с удовольствием вышли на сцену и исполнили как собственные, так и популярные во всем мире композиции. Очень тепло зрители принимали всех участников, в том числе группу Town to Heaven. Мы периодически участвуем в городских мероприятиях, потому что мы находимся в Явнишу Департамент, на Варшаву-45, вот, и мы всегда знаем, что происходит в городе, потому что мы являемся частью всего этого движения, вот. Я так понимаю, находите поддержку молодежного отдела? Да, естественно. Они нам дают крышу над головой и дают возможность выступать на хороших сценах. На этом концерты, организуемые молодежным отделом, не заканчиваются. Нас ждут еще несколько интересных мероприятий, ведь август в Даугавпилсе – это месяц молодежи. 26 августа будет мероприятие посвященное тому, что мы возвращаемся в школу. Это будет последняя суббота, когда молодые люди могут отдохнуть. И также мы будем ждать в этом парке не только с музыкальными какими-то сопровождениями, но также и с активностями, развлечениями для них. И 1 сентября, когда уже закончился месяц молодежи, и все должны идти в школу, опять-таки наш молодежный отдел подготовит развлекательную программу для наших молодых ребят, для взрослых, для родителей. Просто молодежный отдел работает в широком спектре, то есть не сужается только до рамков молодежи. И, наконец, кульминация летнего молодежного сезона станет традиционный фестиваль «Артишок», который в этом году пройдет 2 сентября на площади Венебас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова